друзья здравствуйте всем сегодня я хотел бы вам рассказать одну историю а точнее воспоминания о том как был один выезд опять на реку шексну и сегодня я вам расскажу как я в свои 22 года впервые вырвался на настоящее ночное ночную рыбалку вы просто ночное для души отдохнуть посидеть целую ночью костра половить рыбу да и просто побыть в хорошей компании на природе на самом деле я чуть чуть в шоке что мне уже 22 года я только впервые побывал в своем первом ночном я даже не знаю как это выплеснуть вот эмоции как вам это сказать это нереально круто это нереальное ощущение особенно что было дальше я вам буду рассказывать мы выбрались на реку шексну которая находится вологодской области и является левым притоком волги длина реки шексны составляет 139 километров также река шексна берет начало в белом озере и впадает в рыбинское водохранилище то есть представьте я был на реке которая имеет длину 139 километров здесь проходит множество всяких судов пассажирских грузовых куча катеров лодок в принципе на реке шексне жизнь водная можно сказать бурлит но теперь друзья погнали смотреть как у нас начиналось ночное друзья всем привет ну что друзья сегодня мы выбрались на реку шексну на рыбалку просто на отдых отдохнуть пожарить шашлыков сделать уху просто побыть наедине с компанией с моей любимой сегодня у нас роман там он скоро приедет жена романа и будем отдыхать и проводить отличное время сегодня у нас планируется ловли на фидер на поплавок шашлыки все короче планируется мы сегодня приехали в ночное и я могу сказать что это первое мое ночное правильное мое ночное правильное ночное в принципе в моей жизни поэтому я вас всех привет на данном видео на новом видео на канале приятного просмотра мы сейчас располагаемся уже разделали расположили тянули палатку сейчас вас расположимся закормим наше место лещева здесь как раз таки мы с максом с моим земляком ловили лещей сегодня я ожидаю ночью конкретной поклевки леща ну и в целом хорошее время проведения вот так что погнали ну и приехали мы часов около девяти вечера пару часиков разложились расположили разложили палатку затопили мангал просто обустроились конкретно для отличного отдыха для хорошего отдыха отдыха для души приготовили себе шашлычок как полагается планировали еще уху но это как пойдет потихоньку полегоньку я замешал прикормки так как сегодня я планирую ловить на фидер друзья этот метод ловли мне просто запал в душу я не могу ни на что кроме него ловить ну как нему мне больше всего на нем на него нравится ловить поэтому сегодня я буду ловить рыбку фидер ван лав и уже потихоньку полегоньку я замешал прикормки закормил друзья могу сразу сказать место ловли где-то сделал стартовых 10 12 забросал кормушек и жду друзья леща в целом если взять мы около часу ночи начали ловить как вы можете наблюдать в час ночи уже потемнело но могу сказать что темнота и ночь так называемая недолго продолжалось буквально через час полтора у нас где-то в два часа в два тридцать ночи уже начало светлеть оказалось даже что день настал то ли утро и я был очень удивлен что у нас так светло несмотря на то что всего два часа ночи проходят катера проходят грузовые судна в целом тишина на реке кстати во время ловли мы сидим с ром и закинули удилище и рядом с берегом проплывает я даже не понял что это проплывала друзья проплывала на первый взгляд мне показалось что проплывал селитер но такой прищурился присмотрелся слишком какой-то большой и когда он пропал ближе я понял что это то ли бобер то ли какая-то андатра проплыла ниже и самое что интересное мы закинули экран и больше всего я боялся что этот бобер или андатра залетит в экран и порвет нам нафиг этот экран запутается и короче я очень боялся этого но он проплыл чуть чуть дальше того места где был закинут и помахал нам ручкой скажем и попал по своим делам ну что друзья раз заброс второй третий и наконец-таки я вываживаю маленького подлещика лепка как мы любим так называть небольшой но я скажу что вам очень приятно вытаскиваешь подлещика да небольшой но нереально ощущение что да черт возьми не ешь а подлещик маленький это очень приятно с усилиями стараниями но под подошел маленький но удаленький липок липки и в дальнейшем я начал таскать плотву и также маленьких липочков ну вот и совсем уже посветлело можете посмотреть что было у нас дальше снова на связи сколько нас времени рома три часа 15 минут сейчас казалось бы вроде утро или день уже идет очень светло уже посветлело вода собственно и не темнело почти сидим такой вот атмосфере уже половили такие вот липочки клюют плотва и ешь как всегда ешь пропал здесь какой-то бобер местный перекур сейчас небольшой от рыбалки кушаем шашлычок не знаю может быть ближе к утру придумаем что-нибудь сухой уху сварим час два три четыре часа и потихоньку наступает утро покушали посидели погрелись у мангала и мое тело начинает уже уставать я думаю надо полежать надо наверно ложится поспать пару-тройку часиков до утра а вот как я буду спать и где я буду спать в таких спартанских условиях вы сейчас и увидите вот так вот короче сплю четвертый час утра я хочу спать очень сильно начинаем вот такой вот ребята это просто это что-то с чем-то если так вот у тоби нет конкретно короче спим солнце заходит выходит уже встает рома тут ловит до сих пор на донку я решил поспать чуть-чуть слегонца совсем чуть-чуть совсем значит друзья хочу рассказать что было дальше под утро значит время около семи утра перед тем как я заснуть я накрылся головой плед по одеяло накрыл чтобы не видеть никого и ничего чтобы комары не кусали закрылся полностью значит просыпаюсь около семи утра и что я вижу а вижу я друзья в общем счетом ничего не чувствую ничего не ног мир рук не тело не головы только чувствую глаза и вижу пуст пустоту вижу темноту так как был накрыт во все тело и не могу понять где я друзья что я вообще здесь делаю почему они своей любимой кроватке и я был в шоке непривычно и в голове не укладывалось где я что что со мной вообще такое чуть-чуть размялся такой думаю блин я реально испугался думаю может быть мне вообще лежать как этот как и не шевелиться думаю может мне сейчас кто-то убьет тут еще что-то придет полежал пару минут мне надо надо попробовать пошевелиться раскрыться и посмотреть и когда я открыл одеяло я понял и вспомнил что блин я все-таки в ночном был я проснулся на улице и погодка уже шепчет такой прохладный холодный ветерок но уже небо голубое солнечно и тогда я понял что да черт возьми ночной это удалось тело отдохнула и я готов просто порхать по просто порхать готов тело реально отдохнуло свежой я готов снова ловить ловить и ловить это было тяжело из привычки 8 часов утра мы проснулись состояние очень-очень и очень непонятное короче состоянии вот первое ночное друзья прошло успешно можно сказать я до утра дожил это самое главное костерчик все дымится до сих пор мангал шают такая тут обстановочка друзья погодка ништяк только ветер дует вот такие вот пироги друзья проснувшись позвал я рому позвал и рому он меня посадил в мой трон железный мы посидели побеседовали я рассказал свои впечатления рассказал что я ощущал когда я проснулся роман еще только просыпался выпили водицы я очень хотел воды чисто воды пить его и хотел попить так как организм требовал жидкости посидели потом я перекусил овощей свежих без всего чисто хотелось овощи огурчика с помидорчиком и мы дальше сели и принялись за рыбалку уже утреннюю романа заловил на донку я на фидер на фидер клевала очень и очень неохотно а вот на донку ром были поклевка за поклевкой очень много было доста на рыбин благодаря донки по две рыбины так как донка имеет два крючка у рома очень часто вытаскивал по две рыбины что очень круто очень круто не знаю почему на фидер не клевала на донку брала брала рыба напишите в комментариях потому что я не понимаю пока что хотя вроде фидер актуальность кормушка из прикормка и как бы рыба должно быть больше заинтересована в фидере нежели в донке ну друзья настал день новый день новая пища и посмотрите как мы кайфуем как роман там кайфует тупо говорит наконец-таки я в отпуске и могу сказать что я реально кайфую отдыхаю тут он начинает под музычку танцевать танцы шмансы и просто кайф ну вот и время близится уже ближе к обеду и скоро за нами приедет мерин наш мэрс отец приедет наш забирать с ночного наш отдых суточный можно сказать подходит концу вспоминая даже сейчас мы эмоции я нереально кайфовал и до сих пор кайфую вспоминая что было в тот день ночное друзья удалось я хочу сказать вам и вам советую вырываться пока идет лето осень в хорошие деньки вырываться на природу в ночные и кайфовать это самый крутой наверное отдых не зная воспитан так что для меня это самый крутой отдых которому может только быть короче друзья все мы собираемся домой ночное первое мое прошло успешно да говорю что спать не буду но в четыре все залег ну еще самые моменты к такой душевники которые не знаю как-то меня тронул корова пошел берегу умываться и видит какой-то малек плавая дохлый достает и говорит киря это походу щучка сейчас на ваших экранах вы можете увидеть какие щуренки щучки маленькие обитают при кишек с ней и к сожалению она была дохлая не знаю почему из-за чего она окочурилась кто ее убил ли она сама но впервые я видел щуку такого размера маленького что тоже очень тронула за душу друзья вот такое вот получилось ночное я очень рад что мы вырвались друзьями и получили бою и кучу эмоций но на этом все спасибо за просмотр я вам постарался передать все мои эмоции все как было на этом я прощаюсь всем пока до скорых встреч увидимся а